Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам немного о Стамбуле. Я недавно рассказывала, как мы ехали из Болгарии в Стамбул на автобусе. Кто не видел это видео, ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. А сегодня я расскажу вам всё самое необходимое для тех, кто собирается побывать в Стамбуле. А в наши дни это бывает необходимо многим. Так как ехать в Болгарию и из Болгарии в Россию сейчас приходится именно через Стамбул. А я ехала в Стамбул, чтобы встретиться с друзьями. Ни мне, ни им виза была не нужна для Турции, поэтому свою встречу мы решили организовать именно в Турции. В Турции я раньше бывала, но не в Стамбуле. В Стамбул я ехала впервые. Вот об этом и будет мой рассказ. Итак, мы приехали на автовокзал Стамбула около восьми часов вечера. Хотя должны были приехать раньше шести. Но, как я рассказывала вам уже, наш автобус выехал на два часа позже из Бургаса. Прямо у автовокзала есть метро. Но до этого я решила забежать в туалет. Я спросила у людей, где здесь туалет. Турецкого я не знаю, поэтому спрашивала на смеси английского с русским. Но меня поняли и показали. Даже сказали, что есть в здании вокзала наверху бесплатный. Но понять, как туда подняться, я так и не смогла. Поэтому пошла в обычный платный привокзальный туалет. Он находится в подвальном помещении. Подхожу и вижу, что вход через турнике. Люди проходят, прикладывая какие-то карточки. Другого способа войти нет. Только с помощью вот какой-то карты. Написано на стене, что стоимость 3 лиры. Но как оплатить и попасть внутрь, неизвестно. Никаких работников в туалете нет. Никаких касс. Никаких автоматов. Ничего. В общем, что хочешь, то и делай. Пыталась я спрашивать у людей. Но объяснить мне они не могли. В итоге одна женщина пропустила меня по своей карте. И даже денег с меня не взяла. Хотя я ей предлагала. Деньги турецкие у меня были. Я поменяла их еще в Болгарии. А где взять вот такую карту, я потом узнала. И потом проблем с туалетами уже не было. Сразу после этого мы пошли в метро. Оно рядом. На противоположной стороне привокзальной площади. И тут снова встает вопрос. Как купить карту для метро? Жетонов для метро здесь нет. Кассы с кассиром тоже нет. При входе стоят автоматы. Люди к ним подходят. Прикладывают карты. Опускают деньги. Что-то нажимают. И после этого с этой карты идут к турникету. Но у нас опять-таки карты нет. Где ее взять неизвестно. Никаких работников, контролеров на входе тоже не было. Внутри уже за турникетом стоял полицейский. Мне пришлось кричать, махать ему рукой, чтобы он подошел. В итоге он подошел, все объяснил. Не сразу было понятно из-за того, что приходилось общаться на английском. Но в итоге мы разобрались. Эта карта покупается тоже в этих автоматах в метро. Она именно покупается. И стоит она 70 лир. И кроме того, что эту карту надо купить, еще отдельно нужно на нее положить деньги на проезд. Любую сумму. Но должна сказать, что сдачу автомат не выдает. И вернуть обратно деньги не получится. Если они там у вас остались. Поэтому класть надо потихоньку, постепенно. Эти карты используются не только в метро, но и в другом виде транспорта. И даже на пароме. И именно такие же карты нужны и для входа в туалет. В Стамбуле есть не только обычное метро, но и Мармарай. Это электричка, которая соединяется с метро. Несколько станций она идет по поверхности земли, а потом проходит под проливом Босфор. То есть электричка идет под туннелю, вернее по трубе, расположенной под морским дном. На глубине 4,5 метра под морским дном. И с помощью этого туннеля буквально за 4-5 минут электричка проезжает под проливом Босфор, который делит город на азиатскую и европейскую часть. Не зная этого, понять, что ты едешь под водой на огромной глубине, просто невозможно. Ощущение просто метро и метро. А на самом деле это единственный в мире подводный туннель, соединяющий Европу и Азию. Цена за поездку на Мармарее выше, чем за метро, и зависит от расстояния. Минимальное расстояние будет стоить 15 лир, а максимальное – 33 лиры. Но для того, чтобы стоимость поездки с карты списалась правильно, нужно приложить карту к турникету не только на входе в Мармарее, но и на выходе. И тогда, если вы проехали только одну остановку, то с вас спишется меньше, чем если вы вообще не будете прикладывать карту на выходе. Но мы не знали об этом, поэтому с нас списывалось всегда по максимальной цене. Хотя мы часто ездили недалеко. Еще должна сказать, что терминал сдачу не дает, и вернуть обратно неиспользованные деньги тоже нельзя. И все пересадки тоже будут платные. Стоимость варьируется от времени, количества станции и того, на чем вы едете. Вообще, мы так до конца и не разобрались с этими картами. Мы просто пополняли карту, когда деньги на ней заканчивались, и ехали дальше. В тот день, когда мы приехали, нам как раз нужно было пересаживаться с метро на Мармарей. Мы знали изначально только название станции, куда нам надо. И уже в метро, прямо в вагоне, была карта, и мы пытались понять, где пересаживаться. В итоге один турок стал нам помогать. Помогать. Мы не просили его. Он сам решил помочь. Должна сказать, что люди в Стамбуле мне очень понравились. Они все очень добрые, внимательные. Все стараются помочь, подсказать. Все очень доброжелательно. Ну, кроме продавцов и таксистов. И те, и другие нас пытались обмануть. Об этом я расскажу чуть позже, в следующем видео. В общем, в итоге с метро мы справились и достаточно быстро добрались до нашего апартамента. Апартамент мы арендовали через Букин. И уже через час мы были в нем. Он находился в плотно населенном районе. Если сравнивать с Бургасом, то он напоминает возрождение. Дом пятиэтажный, без лифта, этаж четвертый. Лестница узкая, крутая. И вот так выглядит подъезд. А в самой квартире, на первый взгляд, все неплохо, пока я не увидела туалет. Фотографии туалета на Букинге не было. Поэтому я даже представить не могла, что такое бывает. Но, как видно, здесь, в Турции, такие туалеты бывают часто. Уже потом, везде, где я была, в кафе, в ресторанах, в музеях, везде были именно такие туалеты. Потом, на следующий день, я квартиру рассмотрела более внимательно. Вот, например, кухня. Это то, что вызвало у меня второй шок. Окно в кухне есть, но это окно выходит в шахту. Эта шахта примерно 4 на 3 метра. Сверху она закрыта металлической сеткой и листом металла. Вот такой чудесный вид из окна кухни. Потом я обращала внимание на строящиеся дома в Стамбуле и увидела, что так строят здесь часто. Дома пристраивают друг к другу. И так как ширина дома больше 20 метров, то помещения в центре будут без окон. Чтобы этого не было, оставляют в центре вот такую вот шахту. И в нее выходят окна со всех сторон. Делают это, конечно, в основном для воздуха, а не для того, чтобы выглянуть в окно и полюбоваться пейзажем. Воздух из этих окон, конечно, соответствующий. Но это лучше, чем ничего. Потому что без открытого окна здесь можно просто взлететь на воздух вместе с домом. Потому что здесь плиты газовые, отопление тоже газовое. А отношение к утечке газа, как я поняла, здесь очень спокойное. Вот, например, в этой квартире газ проходит через все комнаты. Думаю, эти трубы в местах соединения не проверяются на утечку газа никогда. Если даже газовая плита в таком состоянии. Вот, смотрите. Все комфорты выключены. Открываю газ на трубе и сразу чувствую запах газа. Подношу спичку и невключенная комфортка загорается. Поэтому, конечно, без окошка тут никак. Если не взлетишь на воздух, то просто можешь уснуть и не проснуться. Вот такой апартамент мы арендовали. Цена за него была 40 евро за сутки. Для такого большого апартамента это, конечно, недорого. Но теперь я понимаю, почему. Да, кстати, сдал нам его совсем даже не турок, а молодой человек китайской внешности. Но все же там было неплохо. По ночам тихо, места много. Для меня это однозначно лучше, чем ютиться в одной комнате в отеле. Хотела еще затронуть тему тишины по ночам. Было тогда еще не очень жарко, а сеток на окнах в апартаменте не было вообще. А так как я предпочитаю спать одна, а не в компании с комарами, спала я закрытыми окнами. И благодаря этому утром во время утренней молитвы, намаза, я не всегда просыпалась. А звучала она примерно в 5 утра. Мечетей в Стамбуле очень много. Поэтому там, наверное, нет места, где не слышно молитвы. Но, несмотря на это, утром город очень долго спит. В 10 часов утра все улицы пустые, магазины почти все закрыты. Даже многие продуктовые магазины работают не с 9 утра и даже не с 10. Зато вечером жизнь бьет ключом. Все магазины, все заведения и даже парикмахерские работают до ночи. В прямом смысле слова. Когда в первый раз мы, гуляя вечером, увидели в полдвенадцатого ночи очередь в парикмахерской, мы были очень удивлены. Зато в 11 часов утра парикмахерские или стоят закрытые, или пустуют. И не только у взрослых людей такой распорядок. Вечерами, выглядывая из окна около 12 часов ночи, всегда видела на улице много играющих детей. В общем, у меня сложилось впечатление, что многие в Стамбуле ложатся спать после утренней молитвы и спят до обеда. Если вам интересно ещё узнать про моё путешествие в Стамбуле, пишите в комментариях. И в следующем видео я расскажу вам про поездки на такси, о том, как нас пытались обмануть, про еду и магазины, о том, с какой банковской карты можно снимать деньги в Турции, про аптеки, про музеи, про то, как здесь относятся к животным, кошкам и собакам, и многое другое. Ну, а я на сегодня прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Всем пока!